Ребята, всем привет! Мы едем в активную жизнь! Как всегда вы это пишете, ой, Юля сидит дома! Хотя нет, кстати, такого не писали, это я уже выдумываю, просто нагоняю на себя, чтобы сказать, нет, не правда, нифига мы не сидим дома. Куда-то ходим, куда-то не ходим, куда-то по кайфу, куда-то не очень. Как вы могли заметить, обратить ваше внимательное внимание, мы со Славой начали снимать летсплеи, чему мы безумно рады, несмотря на то, что там действительно меньше просмотров, чем на обычном нашем контенте, на наших каналах. Но это никак нас не расстраивает, не останавливает. Единственное, что возможно, да, взглядом смотришь на видосы, и это как бы портит статистику, потому что обычно заходишь на канал и думаешь, ну, каждое видео сотку точно набирает, некоторые 200-300 даже, ну, как бы класс. А тут как бы и до сотки не дотягивает. Но зато летсплеи мы выпускаем каждый день, иногда через день, иногда несколько дней не выпускаем, но их просто очень легко. Я просто расскажу здесь во влоге также, потому что я в сторис рассказывала, но для тех, кто не в курсе, расскажу. Летсплеи очень легко снимать, в том плане, что полчаса, там, 40 минут, даже час играешь, 15-20 минут тратишь на монтаж, просто подставить звук и обрезать, грубо говоря, начало, где ты включаешь камеру и конец, где ты выключаешь камеру. Все. То есть элементарно, Ватсон, мы там ничего не вырезаем, то есть чисто прохождение игры, комментарии, хихикаем, не хихикаем. Вот, поэтому это легко монтировать, и благодаря тому, что на это не тратится много времени, такой контент можно выставлять каждый день. И кому-то он действительно заходит, много комментариев, очень много положительных комментариев. Короче, люди делятся на два типа, те, которые очень рады и очень нравятся, и те люди, которые говорят то, что, блин, верните, старый контент тоже. Но люди, которые хотят старый контент, то есть там на канале Слава Реакции, на моем канале Влоги, они как бы переживают, думают, что у нас не будут выходить реакции или влоги. Это не так, просто влоги и реакции дольше снимать и дольше монтировать, поэтому мы не можем их выпускать так часто. Да и в принципе, да, если говорить про влоги, у меня не каждый день происходит то, чем я хочу поделиться и рассказать. Я могу, конечно, каждый день снимать, как я сижу дома и снимаю летсплей, или типа мы лежим, или, не знаю, едем на дачу, но как бы не всегда мне хочется. Вот. По поводу компас Славы, его пока что еще у нас нет. Сегодня понедельник, я думаю, что в течение, точнее дня через 4, я надеюсь, что его уже вернут. Но зато из хороших новостей расскажи. А что? Какие хорошие новости про комп? Про комп? Ну, там типа что-то может восстановить. Это как бы, ну да, это классно, в любом случае это хорошо. Там будет просто каша из всяких файлов, которые там у меня на компе были. Ну, посмотрим. На самом деле это хорошо, реально, поэтому я отчасти рад. Конечно. Посмотрим, когда он приедет уже, я вам точно расскажу. Да, когда он приедет, обязательно надо будет поглядеть, прям посмотреть, насколько много файлов удалось сохранить, насколько много поврежденных файлов, потому что по телефону Славы сегодня сказали, что какие-то файлы будут повреждены и невозможные. К работе, к просмотру, понятное дело. Но мы держим кулачки и надеемся, в любом случае, если хотя бы 50% получится сохранить то, что было на компе у Славы, это уже, я считаю, успех и лучше так, чем вообще ничего. Посмотрим. Я по двум причинам очень сильно жду, когда вернут комп Славы. Первая причина это просто, чтобы он был счастлив, потому что к нему приедет его комп и, надеюсь, с хорошим количеством сохраненных файлов. А вторая причина это то, что действительно нам немножко неудобно работать на одном компе, потому что нам приходится чередоваться. Пока один играет, другой что-то другое делает, не за компом. А так мы могли бы намного больше клепать контента тех же летсплеев, потому что оба закрываемся в своих кабинках, кабинетах и гамаем. Ну, например. Ну, и мы как минимум могли бы играть вместе. И могли бы играть по сетке, да. Ну, слушай, поиграем, привезут тебе комп и будем играть. Ох, я уже представляю наш январь. Сейчас, кстати, декабрь, завтра у Ивочки день рождения, 4 годика плюшечки такой маленькой собачки. Вот, 4 годика, с ума сойти! И позавчера я ходила к своей подружке Карине на подкаст. Ее, наконец-то, она начала, запустила. Она уже, ну, давно над этим работает. Пока обустроила студию, пока закупилась оборудованием, пока там придумала что-то, еще что-то. Вот, потом что-то времени на это не было и так далее. И вот, наконец-то. Все пошло, работа пошла. Так что, теперь у Карины будут выходить подкасты на ее канале. Я так поняла, что я буду самым последним ее гостем. Из тех, кого она сейчас снимает. У нее, получается, сейчас 4 гостя снимается. Или нет? А кто снимается? Только, ну, может, не буду вставлять. Ну, Оск. Про Оску все знают. Я. В общем, я приехала к Карине сниматься в ее подкаст. И весь подкаст мы болтали примерно на плюс-минус 2-3 темы. Потому что нам реально много чего есть рассказать. И проблема заключается в том, что мы болтали 2 часа практически. И мы бы болтали еще больше. Реально, мы не замечали, как идет время. Мы очень много смеялись, шутили. То есть, я думаю, что подкаст, вот этот выпуск со мной, он всем должен понравиться. Потому что он реально получился очень живой, очень крутой. И где-то, ну, поучительный очень, правда. То есть, там не только типа хихоньки да хахоньки. Мы там и серьезные темы поднимали. Вот. И даже те, которые, возможно, вы никогда нигде не слышали, не знали. Потому что то, что там рассказывала даже Карина. Я была в шоке от того, что она решила рассказать это на, ну, такую большую аудиторию. В общем, шок. Шок. Ну, я тоже там рассказывала много чего интересного. Поэтому обязательно ждите. Карина сказала, что планирует выпустить выпуск со мной в конце декабря. Может быть, на мой день рождения даже 28-го числа. Блин, даже не верится. У меня в этом месяце днюха. Короче, это капец. У нас этот месяц самый такой сумасшедший на самом деле. Потому что 7-го числа завтра у Вивочки день рождения. Конечно, мы не будем там как-то его супер-отмечать. Там, не знаю, звать других собачек. Хотя это было бы клево. Но она ни с кем не дружит, поэтому у нее нет друзей собачьих. У нее только человеческие. Вот. Ну, мы ей курочку сварим, я не знаю. Косточки подарим. Булочки наши. Поцелуем ее. 10-го декабря у нас со Славой годовщина 5 лет, как мы вместе. Это просто крэйзи. Я помню, когда 4 года было, как мы вместе. Я такая думаю, охренеть, 4 года, а тут уже просто 5. Если бы у нас с тобой было 5 лет, как мы муж и жена, то 6-й год это какая-то там свадьба уже. Какая-то там, не знаю. Чугунная? Что-то такое. Не помню. Что-то я видела такое в интернете. Ну, надо, кстати, посмотреть как-нибудь. Хотя какая разница, что смотреть. Неинтересно. У нас пока все равно интересная годовщина свадьбы не намечается. Мы еще даже не год как поженились. Не год. Но все впереди. Не год. Я не год, а ты не годка. В общем, еще Карина подарила мне подарок. Я его вам дома покажу получше, если не забуду. Ну, в этом влоге покажу. Хоть я его уже и показала в сториз, но почему бы еще раз не показать, кому интересно, кто пропустил сториз. Потому что, ну, не все же там смотрят каждый день просто без остановки мои сториз. Иногда можно пропустить, поэтому покажу еще раз, что мне Карина подарила. Ты что снимаешь снизу? А мне все равно. Снимай нормально, не сверху. Ну, тебе неудобно будет. Как ты будешь в зеркало смотреть? Мне нормально, я все люблю. Кто-то мне написал в комментариях под влогом, по-моему, то, что у меня очень стало жирное лицо. Второй подбородок отвратительный. Кто-то написал такой комментарий. Я, честно говоря, поржала. Мне так пофиг. Так, я понимаю, у меня было бы 15 лет, я бы, может, расстроилась. Мне вообще так плевать. Во-первых, у меня не жирное лицо. Во-вторых, даже если жирное, мне все равно. Куда мы вообще-то едем? Мы едем на мероприятие от бренда Jo Malone. Там есть определенный дресс-код, но мы его не соблюли. У нас не получилось это сделать, потому что дресс-код там golden, что-то клевое. Я в переводчике так поняла, типа, золото и сияющее, сверкающее. У меня из золота только сердце. И мое сердце из чистого золота. Вот. Поэтому, не знаю уж, разглядят они мое сердечко золотое, не разглядят. Ну, зато у меня есть висюльки блестящие на пинджаке, поэтому, может быть, прокатит. После, после Jo Malone мы поедем, пообедаем в рейсик в какой-нибудь, не знаю в какой, вместе со Славой и с Кириллом, менеджером Майи. Вот, потому что мы давно не виделись, есть что обсудить, да и просто покушаем вместе, потому что он тоже на мероприятии, он уже там. Потом мы все вместе поедем на день рождения блогера. Хотя, кстати, он на YouTube снимает, Андрей? Снимал вроде что-то. Ну, в любом случае, по этим на день рождения Андрея Глазунова. У него там тоже есть дресс-код, который мы тоже не соблюли. Дресс-код у него... Я соблю... 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 Ну, как бы нет, но все равно это не то, что мне бы даже хотелось. Почему? Ну, мы можем быть... Короче, дресс-код клевый на самом деле. Мне очень понравился. Андрей написал, что у него сейчас дома идет ремонт, и мы можем прийти... Короче, днюха в таком стиле, типа, мы можем нарядиться с соседями. Соседи там у него смешно выглядели. Там референс он прислал. С соседями. В каких-нибудь таких сарафанах, в тапочках, как будто мы чисто, знаешь, за сахаром зашли, за солью. Можем в работников, можем в дизайнеров, типа, в каких-то очках, шарфом, с каким-то планшетом, знаешь, типа, мы пришли дизайн-проект дома ему делать. Ну, понятно, работники-строители. Вот. И, по-моему, что-то еще было. Вот. Но он сказал, что там должны быть какие-то реквизиты, и надеюсь, что они нам подойдут. У меня лук вообще неподходящий. Я взяла с собой кофту, и я буду, наверное, просто, не знаю, даже не строителем получается. Хотя я в таких сапогах, можно представить, что я бетон мешаю в таких сапогах. У Славы жилетка там под курткой. Но она все равно не похожа на строителя. Похожа на работника. Ну, ладно. Ну, в общем... Может, я работник садового участка. Ну, да, и чтобы ветром не продуло, ты носишь такую жилету. В общем, так... И вообще, я молдаван, как бы, у нас... Мне даже не надо было ничего одевать, чтобы быть строителем. Это будет у тебя сегодня шутка дня? Да. И там будешь тоже шутить. Да, я скажу, молдаван вызывали. Да. Не, если спросят, а где ваш дресс-код, скажешь, в смысле? Я в дресс-коде. Я родился в дресс-коде. Да. Я при рождении, как уже в дресс-коде. Да. Так что едем, едем мы в очень красивое место. И я сижу и вижу вот эти вот купола красивой. Красной площади. Вам, наверное, не видно. Я действительно засиделась дома, и мне было отлично дома. Я бы даже и не выходила. Но все-таки жизнь какая-то активная тоже должна быть. Вон, видите-ка, красивенько. Вот, сидим и смотрим. Ты под активной жизнью подразумеваешь, что? Куда-то поехать? Да. Сидим? Ну, активная жизнь имеется в виду, что выйти из дома, доехать на машине до центра. Вот, мы доехали до центра. Можно разворачиваться. Я, кстати, ни разу не был в этом парке. Зарядил. Я тоже. Надо бы сходить. Ну, может, когда-нибудь пригласишь меня на свидание туда. Но надо ли мне там свидание? Может, я хочу больше в ресторан. А где ты хочешь свидание? Где я хочу свидание? В музей? Ну, знаешь, на самом деле, на твой вкус. Куда позовешь, туда и позовешь. Главное, в приятной компании, чтобы было о чем поболтать. Можно на экскурсию? На экскурсию? Ну, не, ну на экскурсии как поболтаешь? Ну, зато проведем время. Гид же будет. Зато вместе проведем время. Мы дома вместе время проводим. А можно поискать в театр, в музей, на концерт. В театр ты меня водил, мне нравилось. На концерт классический какой-нибудь. Давай лучше летсплей снимать. Так что вот, приедем, посмотрим, что там, как там, как настроение, как движуха. Все, наверное, будут супернарядные. В золоте, в бриллианте. Мы, на самом деле, очень любим бренд Джо Малон. И надеюсь, что они не обидятся, что мы не соблюли дресс-код. Мы, во-первых, о нем узнали только сегодня. Перед выходом буквально. И ничего золотого у нас дома не было. Даже желтого хотя бы пиджака. Ну, вот, чтобы хоть что-то отдавало намекам. Ой, как вкусно. Славе сейчас тоже будут делать. Ой. Так, у меня нет. Значит, что у тебя не должно быть. А, прикинь. О, да, круто. Шикарно. Красота. Мы не пьем. Да, мы это. У нас сухой закон. Вон там Кирилл стоит. Добро пожаловать. Здравствуйте. В этом году мы находимся в рождественской коллекции летайского звезда вместе с маленьким Фейнсом. Мы приглашаем вас к нам отправиться в течение. Главный герой Кирилл 2, Роман Сензиона, Станин Мэнджелл Тайм. На темном небе зажигаются самые яркие звезды. Мы зажгли свою. Приглашаем вас присоединиться к нашему мероприятию. Спасибо. Пожалуйста, наслаждайтесь. Спасибо. Ах, пахнет классно, да. Сфоткаться надо. Да, сфоткаемся. Ёлочка тут такая. Ну, моя самая любимая локация, это вон Тарк. Она просто восторг. Посмотрите. Просто золото. Чистой воды. Я, конечно, в таких сапогах рабочих. Ну, ладно, нормально. Ой, клево. Я хочу сюда фотку сделать. Офигенно. Сейчас так и сделаю. Вы берете свой валик. Ага. Немножечко захватываете краски. И раскатываете его прямо по палитре. Можно вот так вот пальчиком придерживать немного палитре. А раскатывать? Да, да, да. Прямо по палитре. Нет, нет, не задница. Главное, чтобы на валике был ровный слой этой самой краски. Чешу. Еще. Ой, эти ваши штучки, конечно. Да. Крымочки. Крымочки, да, точно. А, и потом вот эту штучку... Именно, именно. Да, да, да. Так, ровненьким слоем. Все, у нас никаких проплешинок. Да. Вот теперь мы прикладываем. Все. Так, давайте, я сейчас с дневникой контролием вот так прижимать. И прижимаем. Прижимаем и раскатываем скалочкой. Делаем это недолго. Давайте вам. Да. Потому что если долго делать, акриллесик не допреди. Ты подержи, а я прям это надавлю. Давай. Давай. Конечно. У нас семейный подряд. У нас семейный подряд. Да, да. Я уже... Хватит. Снимаем. Ну, красотища. Да. И сейчас еще золотым цветом сделаем. Красивая у тебя. А почему они черные у вас? А, надо с золотым. А сами накрасим золотыми и всякими. Ну как, нравится тебе? Очень нравится мне. Надо дома открыть производство открыток. Кстати, Андрюхе, у нас нет открытки, куда деньги положить. Ну вот, сейчас сделаешь. Вот звезда. Звезда. Андрюха, как звезда. Мне кажется, уроки и сок или шкочки. Очень красиво. А у нас гимнадий. Вот, кудр. Давайте. Представь, что ты готовишь тесто. Я буду вместе с ней катиться. Не, это малоэффективно. Тебе нужно всей массой на него накатить. Кажется, у меня что-то не так идеально. Нормально. Но это называется, Зая, это называется хендмейд. Очень красиво. Так, теперь нужно подписать. А что, хочу подписывать? Вы можете написать свои просто инишки. Моё потом уйти. Три. Ой. Еще тоже, наверное, да? Много. Три. Три. Вот тут вот что. Прекрасно. Спасибо большое. Так. Так. Так, теперь, сейчас, Катюша, секундочку, смотри, что делаем. Теперь берем. Ага, вот она большая. Ага. Так, давайте. Сейчас ладошками, так, прислоните. О, господи, помню. Настюшка приехала. Знаете, как пришли? Стюд, стюд. Так, мы пришли в сыроварню. Слава, Кирилл. Привет. Вот, наконец-то мы встретились. Будем сидеть, кушать, болтать, обсуждать работу. Кирилл уже весь занятой, в телефоне. Ну, на самом деле, чокай. Вот я тебе когда не напишу, ты всегда отвечаешь. Вот, не знаю даже такого, чтобы ты не сразу ответил. Ну, поэтому красавица вообще. У нас, кстати, расскажи, у нас команда все пополняется, пополняется, да, агентство прям разрастается, разрастается. Ну, да, ну, Карина Гасполян, с Кариной, да, и, допустим, Валегу. Это 4 человека, с которыми я начал делать свое агентство, когда только стартовал. Сейчас у нас уже 12 человек. С ума сойти. Ну, нормально. Ну, знаешь, чего? Я что подумала? Не больше всех, это самый классный. Ну, да-да-да, самый крутой, это главное. Я подумала, что, нужно же сайт крутой сделать. И всем даже можно устроить фотосет, знаешь, чтобы у всех такие одинаковые фотки. Это очень круто. Я просто подумала, так классно. Я тоже об этом думала. Но это надо будет уже январь. Ну, потом, конечно, сейчас праздники. Что, короче, теперь самое топое агентство. Самый лучший вкус у кого? У блогеров, с кем я работаю. Будем делать самый хороший красивый сайт. Кстати, подарочек, который мне Карина подарила. Но я еще попозже вам его дома покажу. В общем, мы втроем. Слава, только что чуть не упал. Гирил. Идем на днюху к Андрею Глазунову. Припарковались не рядом. Потому что там рядом нет парковки. Так что идем. Не знаю, кого увидим там из знакомых. Точно знаю, что будет Настя. Вот у Настю мы сегодня видели на Джо Малон. Поэтому она там тоже будет. Сказала, едет. Я в машине немножко переодела вверх. Пиджака с блестками. Сюда. Кстати, место, где надпечает днюха, недалеко от нашего дома. Ну, на одном районе, прикиньте. Поэтому вообще улёт. Кирилл тоже, кстати, живет на одном районе с нами. Поэтому это очень удобно. Они сигналят, потому что, видите, поворотник. Ой, как билет. А ну сезон шлёпан. Сезон? Да тут вообще очень нес ужасно. Здесь любая бабушка упадет. А есть, кстати, такие... Ээээ, слышь, давайте вот здесь по снегу идти. Есть, кстати, такие места. Даже приколы в интернет потом выставляют. О том, что есть определенные локации, где люди все падают. Я буду идти вот так. Ну, нафиг. А, что три? Если с другой стороны, он неправильно. Андрей Глазунов всем отправил видео, как это самое найти. Я спела здесь, чтобы не подскорянуться. Всё, оказалось, что нам в другую сторону. Ходите аккуратно прям вообще. Потому что очень страшно машина заслымать. Очень скользко, очень страшно, поэтому ходите аккуратно. Вроде как нашли. О, я вижу, там есть донаряды для тематики. Так что мы, в принципе, не обломаемся жутко. Слава достает наш подарок денежный. Кирилл тоже. В наши... А, нифига, у тебя есть еще такая? Нет. А ты любишь... А ты любишь в таких донарях, кстати? Офигенно. Мне в донарьке передали. Да-да-да. О! Клево. Мы уже видались. Здорово. 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 А я так приеду. Да ты ну. Только сразу достань, убери куда-нибудь, чтобы не выпало. О, собачка. Спасибо. Здорово. Будь здоров. Да-да. Я сейчас буду переодеваться. Патки-патки-патки. Сейчас скину. Сейчас скину. В общем, мы уже едем домой. Потусили на днюшке. День сегодня был активный, позитивный. И в ресторане даже посетили. И вина я попила. Прям хороший день. И, кстати, думаю, что вы все заметили. А, ну про летсплей мы с вами уже поговорили. В общем, я уже рассказывала, что у меня от этих хорроров, ужастиков уже голова начинает болеть. И жога какая-то разбивается. Это точно не от хорроров. Это от них, да. Я питаюсь нормально. Я борщ ем. Эх. 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 Я правда нормально питаюсь. На завтрак у меня омлеты или бутерброды с паштетом. Все. Не в сухомятку. Чай, кофе. Все. Все. Все как обычно. Я даже не жру какой-то гадости много. Макдональдс я даже не помню, когда ела в последний раз. Ну, например, да. Хотя это не гадость для меня вообще, да. Но вы поняли, о чем я говорю. Фастфуд, да? Все равно. Вот. Питаюсь нормально. Как человек. Хорошее питание. Сбалансированные. Ну, как. Не знаю, насколько сбалансированные. Это уж... Это уж профессионалом. Это уж, да. Вы там сами разбираетесь. По моим ощущениям сбалансированные. Вот. Ну, нет. На самом деле, сегодня я не так себя плохо чувствую. Но странное какое состояние. Я вчера даже уголь съела. Не помню, когда последний раз его ела вообще в своей жизни. Ну, пила. Вот. И меня все заставляют и умоляют. Прямо реально на коленях стоят. Типа, сыграй в Sims. Сыграй в Sims. Я Славе говорю, типа, блин, не хочу. Кстати, вот здесь офис у родителей Карины. О, нифига. Думаю, что может действительно сыграть в Sims. Но мне просто, знаете, что не интересно? Мне не интересно там жить. Мне только интересно строить. А строить это, как правило, долго. Ну, сами себе представьте. Как-то раз я пыталась попробовать пожить там, пойти на работу. У меня ничего не получилось. Как и в реальной жизни. Нет, в реальной жизни все получилось. Вот. Но там что-то не получилось. Не знаю. Мне хочется какие-нибудь классные, добрые игры. Просто интересненькие. Даже те, в которых, возможно, я тоже буду нервничать, потому что что-то не получается и заново проходить уровень. Но, по крайней мере, они не будут меня пугать до бледного, понимаете? Мне очень нравится то, что каждый день выходят летсплеи. Только мне не нравится, что на них не набирается за сутки хотя бы 50 тысяч просмотров. Правда, на некоторых прям вообще не очень. Сейчас даже скажу вам. За два дня первая часть 43 тысячи просмотров. Вторая часть за сутки 22 тысячи просмотров. Третья часть сегодня вышла за 6 часов. Сейчас что-то какие-то 9 тысячи. 9 тысяч? Ты серьезно? Ну, опять-таки, надо просто не обращать на это внимание. Сейчас мы посмотрим в реальном времени. А, ну, в реальном 12. 12 600. Но все равно. И по просмотрам стоит на девятом месте, кстати. Даже на девятом, а не на десятом. Я знаю, что не всем интересно ужастики смотреть, поэтому будем исправляться. Так что, вот, мы сейчас уже будем дома. Что у нас дома интересного? Да не знаю, ничего особенного. Как я говорила, завтра у Вивулика день рождения. А еще завтра у нас будет фотосессия. И мы сегодня подумаем со Славой, может быть, Вивочку с собой возьмем. Было бы клево. Я ее сегодня искупаю, чтобы она пуговкой вкусной была. Она ни разу в центре никуда не выезжала, не гуляла там по Красной площади. А мы будем как раз в том районе, в районе Цума. Вивулик. Может, действительно взять ее? А что, люди же берут своих собачек на всякие там... Вон, сегодня даже мы на Днюхе были, там собачку кто-то притащил свою. Милая собачка. Я ее даже погладила. Я обычно чужих собак не глажу и кошек. Ну, типа, не то, что я не считаю их милыми, а просто думаю, ну... Это, знаете, как... У меня своя пуговка любимая. Как мужа чьего-то погладить. Да, зачем мне чужого мужа гладить, например? Или целоваться с ним. У меня же свой есть. Что будет дальше, не знаю. Может быть, сейчас еще что-нибудь поснимаем, да? Да, я устал. Не хочешь? Устал? Ну, я в целом тоже, знаешь, устал. Я устала для чего-то сложного, типа, реакций. Да, это заколебывает, типа, это дорога, люди, встречи, общение. Что-то мы такое не любим, значит. Устаешь. Я вообще асоциальный, типа. Да хватит себя таким называть, что ты неправда говоришь. А мне там ничего плохого нет. Никакой ты не асоциальный. Ну, может, поэтому мы и сошлись. Я тоже не люблю. В этом ничего плохого не вижу. Мне, вот, с кем не асоциально, я это с родителями, с семьей. Вот такие движухи норм заходят, да? Да. Так что посмотрим. Может, я сейчас начну в Sims играть. Но, блин, я хочу играть в Sims, знаете как? С плагинами, с дополнениями. Но в прошлый раз изо всех этих дополнений у меня полетел комп. Даже и не знаю, хорошая ли это идея. Наконец-то мы дома. У кого будет завтра день рождения? Три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три Я люблю бренд Jamalon, они без того, чтобы прийти на мероприятие, присылают мне подарки. Да, я свой уже открыл, не знаю, где шейк, но мне кажется, там будет одинаковое. Так, здесь унять вот такие ароматы. Что за ароматы такие? Одеколон. Что значит одеколон? Одеколон это значит для мужчин? Вроде бы, да. Обычно так. Мужской одеколон, я не слышу про женский одеколон. У женщин духи, я думаю. Вообще, насколько я знаю, больше с вами нравится эта коробочка. Гляньте, какая красивая. Что же здесь? Может, менять урок или нет? У меня что-то другое. Да ну! Что за дело? Может, это мне предназначалось, а вот это мальчику дарят, наверное. Это же наши любимые! Мы такое никому не отдаем. Это гель для душа? Да, и парфюм. Это стопудово такое. Ой, другой парфюм, кстати. Славу очень любит. Да, я Джо Малон люблю. Вообще классный парфюм у них. Шаур гел. Джоэл. Да, это гель для душа. Вот этот мы просто обожаем. Но, кстати, надо посмотреть, может, это другой аромат. Пять девяти миллиметровых бутылочки. Что-то уникальное, короче. Да, это мне. Ну как мне? Нет, это, наверное, тебе. Потому что у Кирилла тоже был вот такой набор. Вот с этими штуками. Да, значит, это мне. Значит, это мальчикам дарят, а девочкам дарят вот такое. Тебе подарили просто одну эту, а мне прям целых... Как одну эту? Пять. Нет, целых пять. На, забирай свои подарки. Просто у нас два пакета, они одинаковые, поэтому мы не знаем, кому что. Мне не показались они сильно мужскими такими, да. Но мне кажется, это все унисекс. Это вот странный запах. Вот такое было. Ой, я сейчас чихнула. Я так стихаю. А вот это что за мелочь? Ой, классный вкус. Я сейчас все нюхать буду. Отлично, что мы это можем. Больше всего я люблю вот эти вот гели для душа. Я хочу сейчас принести наш, который у нас есть. Ты можешь сядь пока. Блин, я очень рада, что подарили вот такую штучку, потому что мы ее обожаем. Да, блин, они разные. Слушай, вот это наш, который мы пользуемся, причем вдвоем. А вот этот новый подарили. Не знаю, но вот этот восхитительно вкусный, вот прям за скринте. Да, офигенный, вот так, огонь. Мы им прям пользуемся. Я даже на славу как-то наругалась. Я говорю, не пользуюсь им просто так. Пользуюсь им только по особенным случаям. Потому что я его просто обожаю. Запах реально, ну, я не знаю, как будто бы я купалась, не знаю в чем. В чем-то шикарным. Очень-очень крутой запах. Причем по всему телу, представьте, не только там, куда напшикали. Поэтому класс. А этот другой. Ну, тоже надо будет попробовать. Ну, разумеется. Мы такие вещи не передариваем. Ой, вкусно. Забираю, короче. Ну, понятно, что твое. С удовольствием забираю. Слушай, это вообще как мужской аромат. А ты в курсе, кстати, что их смешивать можно? Да, да. В Джо Малон, они, у них такая тема, что они их смешивают прям. Не, класс. И это тоже забираю, походу, тоже мужской. Это вообще по запаху мужского прям одеколон. Такой, кстати, сексуальный аромат. Забираю, забираю. Попшикайся сегодня, я буду целовать. Блин, я вообще в шоколаде, посмотрите, а. Ты помнили. А, вообще куча всего. Да что ты весь в волосах дать? Да я не знаю, это твои волосы. Ты где-то обжимался? Твои волосы. А мне очень нравится гелем. Так что у нас сегодня отличный день. У меня до сих пор стоит здесь коробочка. Тоже от Джо Малон. С таким ароматом. Я думаю, что черный все-таки для девочек, черный для мальчик, потому что белый, мне кажется, для девочек. Я просто не успеваю всем подряд, ну, как бы, пользоваться. Понятно, столько брендов, столько ароматов. Но вот этот уже, ну, как бы, для девочек больше. Ну, как, по моему вкусу. Более такой легкий, потому что тот, он прям пахнет мужчиной таким, которого очень сильно желаешь. Да. Нравится. Нравится. Я немножко, правда, коробочку испортила. Ну, у меня, конечно, столько всяких вкусностей. С семьями даже не успеваешь перепшикаться. И ничего страшного. А вот такие коробки офигенные я храню. Я люблю такие коробочки. Посмотрите, какая красивая. Ну, прелесть же. Я их прям храню, потому что у них всегда можно потом собирать что-то интересненькое. А вот это не надо. Ну, и пакет, кстати. Я люблю пакеты собирать. Не знаю, зачем они мне. Так, а подарок, который подарила мне Карина, находился вот в такой коробке Фэнди. Здесь пыльник. Я уже в сторис показывала. Ой, на-на. Я не знаю, зачем я собираю все эти коробки, пакеты. Ну, как собираю. Просто покупаю, что-то дарят. Я как бы не выкидываю. Мне нравится. Потому что там все равно, на самом деле, у нас сзади, за этими пакетами красивыми, обои, которые, ну, остались после ремонта. И мы их, ну, как бы пока не выкидываем. Ну, мало ли что. Там всякое бывает. Не знаю. И мне их некуда деть, поэтому я решила их заставить красивыми пакетами. Тем более, правда, это, конечно, тупо дебилизм полнейший. Но мне нравится смотреть на эти пакеты брендовые, дорогие. Потому что, когда на них я смотрю, я такая думаю, вау, уже сколько у меня всяких брендовых штучек. А раньше не было ничего. И не было ничего не потому, что там не могла себе позволить, а потому что я к этому так относилась. Типа, все, эта фигня не нужна. И я до сих пор как бы к этому скептически отношусь. Но я знаю, что почему нужно. Все равно, все равно к таким дорогим вещам брендовым какое-то другое отношение. Странно. Очень странно. Это правда. Все равно меняется что-то в голове. Так вот. А вблизи наушники выглядят вот так. Ну, наушники эти ушки. Чтобы не заморозиться. Мне очень нравится. Единственное, что они как будто мне немножко маловаты. И мне приходится их немножко назад. Как бы вот эту штучку назад. На затылок оттягивать. Чтобы вот так было. Если голова вот так ровно, то мне приходится вот так больше к спине делать. Поняли? Не знаю, есть ли там какая-то размерная сетка. В целом норм. Но как будто бы чуть побольше был бы ободок. Мне возможно было бы покомфортнее. Не знаю. Может пока не привыкла. Но я не думаю, что они растягиваются. А так прикольно. Прикольно. Ребята, всем привет! С Новым Годом! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но вообще-то сегодня день рождения у Ивы. Сейчас мы едем в центр. Ну, видите, у нас просто каждый. Я вчера Славя говорю, все, завтра еще раз едем в центр. Потусим, активный день сделаем. И от дома опять отдыхать. Чилить. Опять заниматься только любимыми пассивными делами. Домашними. Нам сегодня приехал микрофон. Перед тем, как мы выехали на съемку. И дома сегодня тоже покажу вам. Ой, кровосодичка какая. Сейчас мы едем на фотосет к Насте Фет. Она подготовила для нас одежду всякую клевую. Сейчас я ей пишу, что нам 10 мин осталось ехать. Вот, я сегодня утром сходила на реснички. 10 мин было 10 минут назад. Сейчас уже мы должны были приехать. А сейчас опять 10 мин. Ну, плохо. Что за прикол? Ну, видишь, пробки. Я говорила, надо раньше выходить. Раньше. Но на самом деле мы могли бы и раньше выйти. Просто сначала я говорила, ну, гнала на славу. Типа, давай, поехали. Заводи машину. Он говорит, сейчас, типа, доставка приедет. В итоге приехал курьер. И еще полчаса я ходила и собиралась. Потому что надо взять шапки, наряды для Вивочки. Потому что там у него тоже будет фотосессия. Как всегда. То, что я долго собираюсь? Ну, блин, понимаешь, потому что на моих, как бы, плечах собрать еще и Виву и наши всякие штучки взять, найти перчатки. Ну, у тебя было полчаса целых. Я же тебе сказал, что приедет курьер через полчаса. Я что-то делала в этот момент. Я не просто расслаблялась. Я не сидела на месте. Я бутерброды нам сделала, Зай. Мы покушали. Бутерброды целых полчаса делала. Я тебе больше не сделаю бутерброды, Зай. Сделаю, сделаю. Ла-ля. Вот, я сходила сегодня утром на ресницы. Проспала их. Причем, как я их проспала. Я встала в 9.30. Чтобы 10 минут, типа, умыться, собраться. Ну, короче говоря, типа, 15-20 минут собраться. И как раз дойти пешком. Я дохожу пешком до ресниц. Потому что это у меня в соседнем доме. Я просыпаюсь и вижу сообщение от мастера своего, Оксаны. Она пишет то, что она опаздывает на 15 минут. Типа, зима началась внезапно вообще. Капец. И, типа, давай на 15 минут позже. Я такая, базара ноль. Я перевожу будильник на 15 минут позже. Думаю, ну, как бы посплю. И встану в 9.45. В итоге я просыпаюсь в 9.45. Выключаю будильник. И, видимо, в этот момент я должна была встать. Но мне снится, как я встаю. Как я иду на ресницы. Как я лежу на ресницах. Потом мне снится, что мы едем на фотосессию. Понимаешь? Все. Как бы я... Мне уже приснился весь наш день. И я его уже прожила. И тут, короче, я просыпаюсь от звонка мастера. Уже 10.30, чтобы вы понимали. То есть я должна была прийти в 10.15. 10.30. И я такая, типа, аааа! Понимаю, что капец. Она говорит, Юль, я тебя жду. Я говорю, блин, я, кажется, сплю. Проспала. Вот. Ну, короче, я быстро прибежала. Реально быстро. Ну, как бы за 10 минут просто встала. Почистила зубы, умылась. Там, понятно, не красилась, ничего. Даже не причёсывалась. Оделась и пошла. Но, если честно, я шла дольше, чем умывалась. Потому что я пока по этим сугробам прошла. Ещё утром был такой ветер. Прям снежный. Мне в морду вот так моросил. Вот. Ну, ничего. Я добежала быстренько. Всё, легла. Сделали коррекцию. Вот. На самом деле, я думала, что ещё быстрее сделаем ресницы. Потому что, ну, получается, мы где-то в 11 примерно начали. Ну, в 10, не знаю, 50 мы начали. И в 12 закончили. Как раз, типа, час коррекция заняла. Вот. Я записана также на реснички перед днюхой своей. Ну, перед Новым годом, днём рождения. Но сейчас сделала просто потому, что, ну, как бы хочется быть свеженькой. Понимаете? Ещё впереди половина декабря. И слава богу. Даже не половина, а больше. Вот. Так что после ресничек пришла домой. Кофеёчек. Разбудила славу. Пошла краситься. Открыла видосик новый. И всё. И мы начали собираться, собственно говоря. И вот мы на той самой точке, локации, где мы находимся сейчас. Едем по пробкам. По снежной Москве. В центр. К Насте. Надеюсь, что нам повезёт. И мы станем рядом с Настей. Потому, что она для нас собрала вещички. У нас сейчас такой потолок, как в Роллс-Ройсе. Или где такой потолок? В Роллс-Ройсе? Со звёздами, понял? У нас типа звёзды, только это дешёвая версия. Снег тает. Ну, красиво, да? Лампочки вставить и всё. Короче. Нам ещё переодеваться надо будет. Ну, я думаю, мы быстро пофоткаемся. Выйдем из машины, быстро пофоткаемся. Там в центре, рядом с красивыми местами. С ёлкой, которую Настя купила. Сумасшедшая. Вот, с Виуликом. Да, про тебя сказали. Будешь фоткаться? Пофоткаемся, а потом в ресторан пойдём. Пойдёшь в ресторан? Будем в ресторане кушать? Грудку. Будешь курочку? Курочку тебе заказать? Курочку хочешь? Хочет, конечно. Вот, Виева день рождения. Она пока этого не совсем понимает. Хотя я сегодня даже паштетом угостила. И пустняшку угостила. Ты, мой Галилосий. Я вчера Виевочку искупала. Прям в ноль-ноль типа десять минут. Её искупала. И я говорю, вот, Виевочка, то день рождения начинается с испытаний. То, что ты не очень любишь. Но она спокойно сидит. Короче, едем. Когда едем, наберу. С Новым Рождением! Виева, это для тебя! Спасибо! Поздравляем с Новым Рождением! Спасибо! 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 Ура! Спасибо! Ура! Какой праздник, малыш! У тебя такой хоть раз в жизни был? Ты мой миленький! Виев, ваше блюдо. Вот так мы сидим в ресторане у Виевочки. Своё блюдо на него с удовольствием уплетает. У меня мясо. Вино за здоровье собачки мои любимые. Вот у нас стол. Настя, Слава. Они уже покушали, нам позже с Вилой принесли. Ребята, к нам приехал микрофон. Очень сладко. Е-мое, вот дела! Это, кстати, не самый дорогой, какой мы могли заказать. Но надеемся, что хороший, да? Интересно протестить. Еще мы заказали поп-фильтр. Для вашей попы. Чтобы если кукаете, фильтровала. Фильтровали ты базар. А этот поп-фильтр для того, чтобы фильтровать базар. Понял? Чтобы не материться. Я так и сказал. Ну что же здесь такое? Какой-то здоровый. Зая, давай уже что-то интересное смотреть? Вечно ты всякие какие-то записки вонючие открываешь. Дим! А вот подставка для него. Да, вот это уже посолидней, посолидней. Отличный динамический микрофон. Да, сравните вот этот. Ну, это тоже, кстати, хороший шур. Это тоже шуре. Шуре тоже хороший. Шуре. Отличный микрофон. Он нам помогал не один раз. Еще поможет. Ну, наше стало время для новых технологий. Для нового мотива. Ну, наверное, что это. А, ну его можно все пониже сделать. Ребята, всем привет! Сегодня мы начинаем, продолжаем играть, гамать, убивать. Пахнет новизной. Новизной, да. Класс. Клевый, ребятки! Приложение, и с приложением им можно управлять. Что очень круто! О, нифига, какой-то, блин, провод. Здоровый, черт! Да, его прям можно подключить, и это... Длинный провод такой, сумас, я тебе сейчас. Наверное, метра два, блин. Причем тут два. Type-C и mini-USB. А это еще что за дело, Зай? Что? Нет, тебе этого не нужно, не переживай. Не переживай. Ну, надо протестить, потому что сейчас мы это и протестим. Да? Скажи, что это? Раз, два. Дожди, дай я чески. Один, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Ну, классно. Нет, отличный микрофон. Можно мне попробовать? Сейчас чувствительность немножечко можно добавить. Сенсорная чувствительность. Раз, два, три. Чувствительность убираем, добавляем. Ну, я думаю, один раз добавил, и больше как бы это не нужно. Можно мне, можно мне, можно мне, можно мне. Раз. Офигеть. Ребята, сегодня мы играем в Counter-Strike, в Call of Duty, в Duty 3. Блин, нифига, вообще круто. Я еще потащу и поговорю чуть-чуть, секунду. Прям буквально секунду. Так, ну, отлично. Я проверяю, как, когда я дышу в микрофон. Ну, отличные новости, кстати, сегодня. Ты себя слышишь сейчас? Да, я себя офигенно слышу. Дай попробовать с поп-фильтром. Я попробую подышать микрофон и посмотрим, как изменяется. Моё дыхание становится ли оно более... Отфильтровым. Отфильтровым. Более свежим. Короче, вот клёвая, клёвая идея, конечно, вбрать деньги на технику. Дай проверю. Разница капец. Раз, два, три. Ребята, всем привет! Только единственное, что посмотрите, как это в камере выглядит. Всем привет, ребят! Сегодня мы играем в Let's Play. Нет, его, конечно, нужно аккуратно. И куда ж мне его предбомбахать-то? Ты хоть думала об этом? Придумаем. Ребята, всем привет! Блин, холоха. Какая-то анреальная штука. Мне с этой штукой неудобно, она очень большая. Ребята, всем привет! Куда её не поставь, она везде... Ну, блин, очень огромная. Посмотрите. Завернили вот так вот в Let's Play снять. Привет, ребят! Смотри на камеру. На камеру. Ребята, всем привет! Сегодня мы будем играть в Let's Play. Ну, она реально очень большая. Я вижу разницу, что когда я делаю вот так вот... То тут вообще-то жёстко. А с этим... Тут прям... Взрывается. А с этой её очень мягко. Просто как будто дыхание в рекламе. Но я просто постараюсь так не пхекать. Ребята, так, ехать! Всё, я протестила. Я протестила разные звуки. Круто! Сюда я протесту. Давай! Здесь у нас учение на радиовышке. Один, два, три, четыре, пять. Это... С вами радиоволна. С вами радиовера. Он подключается к телефону. Зачем? И там можно наруливать очень классный звук. Там сразу можно поставить компрессор и лимитер. И когда ты будешь орать... Когда ты будешь орать... Он будет как бы контролировать. Он будет тебя контролировать, да. А как я с этим разберусь? Ты меня научишь? Да. Ну что, записывай-то сразу в телефон не сохраняет? Да, он может записывать. Да ты гонишь как? По блютузу типа? Технологии. Технологии. Да, это мне мозги взрывать перестань уже, а? Короче, вот такая классная у нас новиночка. Так что теперь мы будем снимать с более профессиональным звуком. И на летсплеях, и на реакциях. И вообще в любых других видео у нас будет вообще... Блин, посмотри, как вот этот выглядит несерьезно на его фоне. Ну да, ну он такой типа. Этот попрофессиональный. Ну конечно, но этот тоже классный. Реально классный. Он много лет служит. Но он, понятно, не такой серьезный, как эта махина. Привет, ребята! Сегодня я дома. Но это не значит, что я ничего полезного не сделала. Встала я сегодня где-то в 12. Это не очень рано, я знаю. Но муж пришел. Папа, привет! Муж, ты где был? Обьелся грунт. Сделал вид, что не виделись очень много. Это как? Давно. Так что я хочу немножко прибраться дома. У меня сейчас на последнее время нет на это ни желаний, ни времени. Потому что я геймер. Я люблю лутсплеер. Я больше не люблю в горку, я люблю играть. Самое грязное место сейчас у нас в доме, мне кажется, это мой столик, где я крашусь. Я здесь не прибиралась уже сто лет, и это кошмар. Это просто дичь. Резиночки, розиночки. Вот это мне вот придумать бы какое-то приспособление, куда бы все это шмяк-шмяк теплять. Так, наверное, не очень хорошо для штор. Хотя удобно, да? Что с ними будет? Ну ладно, я не буду так делать. Все равно это как-то не по понятиям. Короче, сейчас мне нужно здесь все протереть, убрать. Но хуже всего, хуже всего, то, что я больше всего не люблю делать, это, знаете что, знаете? Кисти мыть. Кисти мне тоже надо помыть. Закройте глаза. Очень яркий свет. К нему нужно привыкать. Но потом, когда привыкаешь, кайф. Смотрите, вы видите меня в отражении? Кстати, красиво. Даже рекламу здесь какую-то снимать. Так, у меня здесь просто полный бардак. У меня почему-то постоянно ломается вот эта коробочка. Просто поп, и все. И это очень отстойно. Потому что с собой такую хрень я перевести не могу. Это у меня, по-моему, единственный любимый такой хайлайтер. Но у меня точно есть еще. Надо порыться, найти. Я просто все разбираю, убираю. Потому что места на все это не сыщешь. Так, давно надо было здесь разобраться, потому что это просто кошмар. Все в каких-то волосочках маленьких, в ритмичках. Мыло здесь у меня лежит. Мыло. Крема. Тональники, которыми я не пользуюсь. О, кстати говоря. Это кошмар. Все блин. Есть у меня вот такое приспособление, коробочка. Сейчас я сюда что-нибудь засуну. Здесь можно засовывать помады. Но, правда, много не засунешь. Где меня? Все остальные, это как бы вообще-то для кистей. Ну вот, сюда уже не можно засунуть. Бред. Но их можно достать. Можно достать. Оттуда у меня тоненькие кисти. Какими я не пользуюсь, кстати, могу сюда и убрать. Рассылку присылали от Лаура Мерсия. Это такой карандаш. Ну как карандаш, типа замазать. Прещоиды. Всякие покраснения. Так, ну вот. Вот это мы можем достать. Сюда мы поставим вот эти помады. Сюда еще немного чего можем поставить. И вот тут у меня тоже, кажется, всякие помады. Хотя могла бы эту штуку использовать для чего-то более полезного. Баксом мои обожаемые. Просто блеск. Но, опять-таки, я ими не каждый день пользуюсь. Но я их очень люблю. Они, правда, очень хорошие. Я уже сто раз об этом говорила. Так, ну вот, вот. Смотрите. Тоналин, которым я не пользуюсь. Цвет, по-моему, не тот я брала. Но я их не выкидываю. Вообще, надо следить за их сроком. Вот листы. Так, от Tom Ford вообще блеск золотой. Вот это я тоже достану все-таки. Чего я сюда класть, в эти толстые? Они же такого-то хорошие. О, сюда еще поместится. Если вы все подвинетесь. А, ну ладно, пусть так стоит. О, сюда можно вот эти тональники еще поставить. Вообще, а вот так красиво. Окей, можно вот как-нибудь вот так. Потому что оно все равно забывается. У нас еще сверху комната. Ну, просто некрасиво. Я хочу, чтобы оно красиво. Этот блеск золотовиков убрать не буду. Я их, бывает, частенько пользуюсь. Красиво же, ну. Это какой-то бонни-бокс. Заказывал через интернет. За свои кровни. А, не, мне подарили. Я им, по-моему, писала. Или сама заказала. Слушайте, я уже не помню. Кстати, когда клининговая компания приходит, я их не прошу здесь убирать. Потому что, ну не знаю, есть такие вещи, которые я никогда не прошу делать. И говорю, типа, это делать не надо. Это делать не надо. Не знаю, там, например, постельное белье менять. Я сама всегда это делаю. Там, стирку загружать, вещи развешать. Это я тоже, как бы, не прошу их сделать. Это уже такие вещи, которые я сама потом сделаю. А что-то такое, что, скажем так, больше времени занимает, хотя я ненавижу постельное белье менять, это я прошу. Так, ну все, здесь уже стало идеально. Ну, не то, что идеально, но супер. У меня вот какой-нибудь классный маленький пылесос, который будет затягивать все маленькие штучки. Ну, сюда и большое можно засунуть. Просто без насадки. Теперь я начинаю все штучки протирать. Протираю и заселываю труда. Сейчас я пользуюсь румянами от Estee Lauder. Давно достаточно уже перешла на них. Раньше у меня были от Seat, но потом они и срок годности у них начал подходить к концу. И все как-то. Думаю, ну и не нябли, значит, мне это. Так, что это у меня? Диор такое. Тени красивые такие. А я ими не пользуюсь. Ну, блин, опять же таки, вы же знаете, я очень редко чем-то таким пользуюсь, поэтому... Кстати, а что у меня будет храниться здесь? Я об этом не так думала. А, ну я найду, чему тут хранится. У меня вот здесь все забито вообще. Здесь в этом пакете стрёмно находится моя пудра, которая разбилась. И я не знаю, мне надо сходить в магазин, потому что сколько раз я уже приходила в магазин и спрашивала, ну что, ну что, по поводу пудры. Каждый раз говорят, еще не появилась, еще не появилась. Там какой-то перезапуск сделали этой пудрой, она реально офигенная. Так, крема-то тут много вообще. Поэтому я ее не выкидываю, она все еще живая, просто приходится аккуратно ей пользоваться. Мне надо пойти в Сефару, закупиться любимыми своими консилерами от Make Up For Ever. Полюбила их в одно время очень сильно. Ну, мне действительно нравится их консистенция. У меня их вон сколько. И в каждом по чуть-чуть. Это уже просто хоть и дебилизм. Я каждый раз думаю, господи, каким же мне пользоваться? Где еще хоть что-то осталось? Я ими, кстати, еще и брови себе ровняю, после того, как уже накрасила. Я думаю, там уже ничего нет. Прям надо-надо, может быть, завтра доедем до Атриума. Это ближайшее, где у нас есть. И этот мне надо тоже. От клиник, тональник мой. Тоже уже все заканчивается. Все очень полезно иногда вот так вот разбираться. В своем столе. Вот это только вот меня расстраивает. Это хайлайтер. Он, кстати, не такой уж дорогой. Надо будет просто новый купить и все. Он очень хороший. Я им пользуюсь всегда. Короче, не знаю, видно вам или нет. Он от этого. Эвен Косметикс. Так. Первый оттенок хайлайтера. Хороший очень. Только это у меня, чтобы вы понимали, второй такой хайлайтер. Первый мне подарил бренд. А второй я уже купила сама, потому что первый, так же, как и второй, у меня сломалась крышка и все пошло по жопу. Я не знаю, почему, но прям вот хочется обратиться и сказать, сделайте хорошую крышку, потому что хайлайтер действительно мне очень нравится. Так. Это, кстати, тоже консилер от Лауры Мерсее. Тут есть зеленый оттенок, который покраснение перекрывает. Далеко убирать не будем. Ну и сильно рядом он мне тоже пока не нужен. Потому что у меня такой жести нет, который надо замазывать зеленым. Слава Богу. Так. Ну это понятно. Так что, ладно. Короче, я думаю, сначала я кисти помою. Мне так неудобно, что они прикаляются. Кисти давно хотела бы не помыть. Ставлю момент на это время. Итак, вот что у меня получилось. Все протерла, разложила, помыла. Колечки мои любимые. Тут мое старое лежит, которое я носила как раз. Ну, ай, тяжело. В общем, не важно, оно там лежит. Все протерло, теперь радуюсь. Потому что теперь тут стало супер чисто. Здесь я буду хранить расчески. Вот эти заколки я им пользуюсь. Удобно мне, когда я волосы себе дайсоном делаю. Сюда еще доложу резинки. Некоторые тут растянутые. Их вообще можно выкинуть. Но, если честно, они мне все равно всегда пригождаются. Куда они вечно все деваются, не знаю. Тут у меня всякие какие-то такие маленькие резиночки, заколочки, триммеры всякие. Эти, которыми брови чесать, ресницы. И здесь мой набор маникюрный. Тут у меня всякая косметика какая-то стоит. Я думаю, что все-таки духи мне там неудобно хранить. Мне все-таки лучше, когда они вот здесь на меня смотрят. И вот я тут, наверное, вот эти оставлю. А вот эти в коридор поставлю. Очень я, конечно, люблю этот аромат. Классный. А здесь у меня бумага, представляете? Потому что у нас зеркало не прикручено к стене. И оно может шелохнуться. Поэтому мне так спокойней. Так что вот так у меня здесь будет. Наушники это, если я волосы там что-то делаю. Хочу что-то смотреть, чтобы было лучше слышно. Там лежат у меня. Так что вот такая красота. Здесь тоже все чисто. Осталось только спонжик помыть. Но я вообще думаю, в стирку его нафиг сейчас закину. Кисти все помыла. Все у меня тут лежит. Тут тоже все разложила. Видите, вообще, как освободилось место от всякого ненужного. Вот. Ну, надо будет докупить вот этих штучек, как я и сказала. Вот это купить. Хайлайтер новый. Хотя вот меня так расстраивает, потому что этот-то его еще дофига. Ну, просто это неудобно. Потому что каждый раз, когда открываю, он уже, видите, разбился. Опять я его куда-то с собой брала. Короче, грусть. Так что вот мое любимое местечко. Еще протащила сюда этот удлинитель. Теперь у меня здесь еще рядом розетки. Ну, там есть. Там хватало две. Как раз свет. Вот этот. И, например, этот волосы делать Дайсон. Но иногда мне телефон садится. Хочу, чтобы телефон рядом был, пока я волосы делаю. Еще что-то. Поэтому вот такая получилась у меня здесь красота. Просто вот так выглядит геймерский стол. Ну, он не геймерский. Кстати, в этой вазе я храню свет. Ставлю свет. У меня тут как бы сложное оборудование. Сейчас я здесь тоже буду убирать все. Потому что я хочу, чтобы было чисто. Вот. Очень радуюсь этому столику. Теперь он такой чистенький. Все помыла, все приправа, протерла. Кейф. Каждый день выпускаю летсплеи на своем канале. Очень радуюсь их выпускать. Несмотря на то, что просмотры вот такие. И за день 28, за 2 26. Ну, вот влог, понятно, хорошо набирает. Он сразу, мне кажется, за день 100 тысяч набрал. Тут 27, тут 50. На первом летсплее, кстати, 70. Неплохо. Ну, 80 даже. Ну, типа, блин. Да, ну, как бы видите, что влоги, понятно, они получше собирают. Хотя не все там офигенно прям набирают. Но мне, если честно, пофиг. Потому что, реально, я просто люблю YouTube. И меня не волнует. Я же когда-то начинала снимать. У меня было там 100 вообще просмотров. Или 10 просмотров. И что такого. Я просто понимаю, что это контент не для всех. Кому-то заходит, кому-то нет. Но мне очень нравится. Смотрите, я читаю комментарии. Почему-то под моими видосами, этими летсплеями, очень, ну, как бы немало комментариев, я бы так сказала. И я все лайкаю, кстати. Так что, кто не любит такой формат, вы хоть раз посмотрите. Вдруг вам зайдет. Вот эта первая серия у меня вышла на игру большую. С сюжетом я в нее играю. Завтра выйдет вторая. Сегодня буду снимать продолжение. Третье, что послезавтра вышло. Так что, как вы можете... Да, Юля может все. Реально. Юля все может. Поэтому, да. Я просто что хотела сказать? Хотела я вам сказать вот что. Для тех, кто волнуется, что, типа, не будет влогов, не волнуйтесь. Летсплея, я уже еще раз повторюсь, хотя я, наверное, уже говорила, просто очень легко и быстро снимать. И мне очень хочется постоянно выпускать контент на YouTube. Я люблю YouTube. Мне кажется, YouTube это просто кайф, потому что таким образом я с людьми становлюсь, ну, ближе с аудиторией. И мне кажется, это очень важно. Я не понимаю блогеров, которые забивают на YouTube. Что я имею в виду? Почему я не понимаю? Потому что Instagram... Да, в Stories можно общаться. Еще что-то как-то, да? Но такой близости и такого коннекта, как на YouTube, никогда не будет в Instagram. Я, честно, я в это верю, я в это убеждена. И это просто моя мантра. Или как раньше сказать, как это правильно выразиться. Поэтому я просто реально уверена в этом. И всем блогерам, ютуберам особенно, хочу дать дельный совет. Какими бы успешными вы не были в Instagram, сколько бы рекламных проектов у вас там не было в Instagram и так далее. У меня много работы в Instagram, у меня много рекламных проектов. Я просто к чему планирую, что постарайтесь успевать. Все, я успеваю. Я жена, хозяйки, видите, убираюсь. Снимаю на YouTube и влоги, и летсплеи, и на канале Уславы мы снимаем реакции. И успеваем ездить к родителям, там, на дачу. И что мы только не успеваем делать. Да, мы не часто ходим на мероприятия, да и, в принципе, нахрена на них ходить часто. Это я к тому, что не все мероприятия важны, не все мероприятия нужны. И не на всех я чувствую себя в безопасности. Знаете ли, вирусы всякие. Да и вообще, сейчас время такое. Болеть можно легко. Зима. Поэтому смысл, смысл где-то шляться. Я вот это не люблю. Я успеваю и в Instagram делать контент, и фотосессии делать, и YouTube снимать, и сама все монтирую. Прикиньте, как вам такое? И ухаживать за собой успеваю. Что еще я успеваю? Просто идеальная женщина. Ладно, не, ну правда, я считаю, что я красавчик. И, может быть, я не во всем как бы идеально, да? Но, по крайней мере, в том, что мне нравится, и в том, что я хочу делать, я как бы успеваю, что мне надо. Поэтому, когда люди, ютуберы, уходят с YouTube, ну совсем полностью, да, ну даже не полностью, а просто очень редко там появляются, забивают, они отдаляются таким образом от аудитории. Я в этом убеждена, и неоднократно это наблюдала своими глазами. за многими даже блогерами, которые изначально на YouTube звезды, потом они резко решили, что они суперзвезды в Instagram. Ну даже если они суперзвезды в Instagram, понимаете, и у них там куча дела работы, и времени не хватает. Самое главное, мне кажется, всегда вот в этой блогерской профессии, это не забывать про своих подписчиков, про свою аудиторию, потому что если не твоя аудитория, то ты, можно сказать, этот, ну не говно на палочке, ну, ну и не ноль совсем, да? Но это уже не то, не фонтан. Поэтому делайте, что хотите, говорите, что хотите, но я уверена, что нельзя уходить с YouTube. А я никогда не хотела уходить, просто иногда бывают моменты, когда нет какого-то вдохновения. Я могу понять такие моменты, я могу понять моменты передохнуть от YouTube. Видите, как я сижу, вы посмотрите на меня, я снимаю блог, успеваю вам что-то рассказывать, еще убираюсь дома. И при этом сижу, даже стоять не надо. Не, ну я сейчас встану, понятно, потому что сейчас у меня такое положение, в котором я могу сидеть. Я просто хотела вас смотивировать своими словами, что можно успевать все, при желании, но самое главное, конечно, чтобы вам это все нравилось. Что когда вы делаете то, что вам не нравится, то, конечно, тут даже когда много свободного времени ничего не получится. Но всегда можно найти что-то, что вам будет по душе, понимаете? Нужно пробовать, нужно тестить. Нельзя стоять на месте, время идет, потом плакать будете, когда поймете, сколько всего могли успеть, но занимались какой-то пигней. Поэтому, я просто еще хотела сказать, меня даже не растраивает, ну, конечно, хотелось бы побольше просмотров, все-таки, но я прекрасно понимаю, что это не для всех, я при летсплее опять. Вот, и не всем они заходят, Карина, я точно знаю, вообще не смотрит мой летсплей, она, наверное, включила пару минут, так она, не, не мое, и выключила. И я на нее не обижаюсь, я понимаю, просто это не для всех. Хотя я вам так скажу, вы попробуйте, посмотрите мои летсплеи, иногда реально интересно, не смешно, я вот тоже как-то особо летсплеи других блогеров не смотрела, а потом как начала, и для меня это теперь вообще лучше сериала. Даже никакие сериалы не хочу смотреть, и фильмы смотрю летсплеи, причем и свои смотрю, и не свои смотрю, и славяны смотрю, и купленого смотрю, купленого. Есть у меня вот такие классные миниатюрки. Я их никому не отдаю, может, с мамами нашими поделюсь. Это просто восторг. Я их не все. А, нифига, тут еще дырочки, дырочки надо попасть. Я думаю, каждый раз что ж так сложно открывать. Вообще, если бы я снимала видео про свои парфюмы, про ароматы, которые есть у нас дома, я боюсь, это было бы на часа три, это прям целый стрим можно снимать, потому что у меня дофига этого. И я это все люблю. Все это люблю нюхать, и мне это все нравится. Ну и как красиво. Встанет сюда. Шаткое положение, но очень красиво. Торжественно заявляю, я благодарна вселенной, всему, за то, что я блогер, за то, что я ютубер, за то, что я делаю инстаграм клевым, я честно, если кто-то когда-то думает, что я где-то что-то расстраиваюсь, или переживаю, или кому-то завидую, что еще глупее подумать, я вам просто, не знаю, что надо делать, базарю. Я очень счастлива жить своей жизнью, я ее очень сильно люблю, я думаю, что не надо тут даже в этом сомневаться, вы посмотрите просто на меня, я все успеваю, у меня отличная жизнь, мне столько всего классного дарят, просто вот, представляете, просто прикиньте, каково быть блогером, как это офигенно, как я благодарна всему, что происходит в моей жизни. На самом деле, столько у меня родных, столько любимых мне людей, что у меня просто не хватает места на столе, куда все это ставить. Вот тут у меня, кстати, есть такая вот фотография старая, где дедушка с бабушкой расписываются, и там рядом стоит маленький папа, они расписались, когда он уже был. Да, у меня, конечно, вообще не минималистичный стол, но мне настолько пофиг, потому что он уютный, и я считаю, что нет ничего круче уюта. Минимализм, это все понятно, вот единственное, что вот если все это упадет, будет жестко. Минимализм, это, конечно, все очень клево, но уют, это улет. Меня все спрашивают, что это за ламп, что это за лампа, блин, я уже в инстаграме рассказала, но я еще расскажу вам скоро, потому что нам еще много привезли, я обязательно в сторис еще раз поддерживаю, ребят, потому что это просто огонь. Я сама, кстати, написала, говорю, дайте еще офигенные, но они правда классные, мы их очень любим. Стоит розовый такой блокнотик, дарили как-то где-то, я его не веду, я все время хочу, но все время не веду, часы, не знаю, вообще нужны мне. Они все время, кстати, штука с очками, а, это, кстати, та же фигня, бонни бокс, как вот мы сегодня смотрели с вами, куда я раскладываю косметику, вот так вот, коробка для очков, они у меня стояли, получается, лежа вот так, потом я их поставила вот так, и было так классно, а теперь я думаю их поставить вообще вот так, только другой стороной. Духи, вот это, кстати, офигенная штучка от Instax, чать мгновенная, подключаетесь с телефона в Bluetooth, и все, ваши фоточки готовы. Это очень удобно, кстати, конечно, фотик прикольнее, потому что это в одном экземпляре, и больше такое не сыщешь, но это тоже классно. Не знаю, как бы лучше сделать, куда бы мне его поставить, но вот такой классный, что мне хочется выбирать куда-то, далеко. Коробка от iPhone зачем-то здесь вообще. чтобы не побывать на нее. Вот это мне Слава дарил в том году. Типа песня вышла. Ну, прикольная штучка, конечно. Только куда мне ее деть? Не, она и здесь, в принципе, нормально. А, можно, кстати, вот... Блин, не очень. Она будет хотеть упасть. Вот. Тя. Так она не упадет. Норм, да, но... Просто у меня сейчас тут станет столько свободного места, что можно будет сюда там камеру устанавливать. Нормально даже. Тут мне, конечно, больше надо свободы места. Возможно, это инуики, беги. Надо найти, что... этот... Ну, да, типа штатив. Так, я тут почти убралась уже. Ой, что хотела сделать? Протереть кнопку. инуики? Выглядит, как инуики. Еее, нам привезли инуики прямо в прямом эфире. Тащи. В комнату будем открывать и смотреть. 39 размер. Это, походу, мои. Я как раз взяла свой. Инуики, это офигенные обувь, ребят. Я еще в инстаграм не раз про них скажу. Но у меня постоянно спрашивают про мои ботинки. Классные. Это тоже инуики, но они с прошлого года. А теперь у нас новая. Новая коллекшн. Уааа. Смотрите, какая классная записка. Реально, это очень классная обувь. На зиму просто восторг. Уээ, обуви миленькие. И такие ботинки классные, няшные. Нравятся, Зай? Офигенные. Офигенные, не то слово. Это нормальные такие, прям серьезные. Я их сейчас и померяю. Все, последний писк моды. Они с высокой подошвой. И посмотри, какие няшные, Зай. Я просто конфетка. Балдеж, балдеж, девки. Бренд инуики написали мне, наверное, месяца два или три вообще назад. Прислали новую коллекцию. Говорят, что вот как поступит, давайте мы вам пришлем, а сейчас типа выберите, что вам нравится. Я выбрала вот эти. Это, видимо, такие новые, потому что в прошлом году их не было. А еще там были из прошлого года ботинки, как у меня. но у меня уже те были, поэтому я решила взять такие. А Славе они прислали мужские, причем не знаю, были у них до этого мужские или нет. Поэтому давайте сейчас будем смотреть. Слава будет открывать на свои сторисы и мы будем тоже смотреть. Красота, Виф, а? Просто балдеж. Папа у тебя будет модный. Угу. Не, прикольные. Очень крутые. Выглядит мощно. Я как будто буду Ханты Манси. Тебе давно такие нужны были. Мои родичи. Поймут. Да, да. Вау. Еще одни. Это более деловой вариант. А это уже под костюмчик там какой-нибудь. Вообще отлично подойдут. С джинсиками вообще зачет их одевать. Да, вот это просто писк моей рожи. Вот насколько я радася. Мои рожи. Я давно мечтала... Какой там размер? Посмотри. 43. Да, мы же договорились, что они меломерят. У меня вообще-то 38 размер, но инуики могут маломерить. Поэтому берите на размер больше, лучше. В любом случае вы их с носком теплым можете носить, так как это такой зимний офигенный вариант. Ну, я инуики, кстати, и летом хочу носить. А Славе наконец-то пришла вот такая обувь. Я давно мечтала, чтобы у него было что-то вот такое. Понимаете? Что-то вот такое няшное, такое милашное. Вивочка. Радуешься за папку? Причем вот эти его инуики черные, они прям очень похожи на мои эти. Ты посмотри, ты посмотри, какая моднелая стильная. Нет, это серьезно, вот это серьезно, я считаю. Вот такие мужские, то есть их не стремно одеть, и я вижу, что они плюс-минус классические, а сбоку так вообще немножко на Найке какие-то подмахивают, типа классик. Да, и цвет такой интересный у них. Ну, цвет на любитель, на самом деле, мне вот такой цвет он немножко зеленый. Горчичный, такой горчичный. Да, вот такой зеленовато, но мне не очень цвет, но вот выглядят они прям по мужски. Я думаю, что другого цвета не было. вот если бы вот, посмотрите на черные, они, конечно, ну не всем мужчинам будут интересны. Слава такие не хотела, ну померить, чтобы две ноги у тебя. Вот в эту засунь. Да, они такие, как валенок. Они как валенок, но они классные. Но они реально классные, я тебе говорю, я в своих инуиках хожу, как сумасшедшие. Потому что не все мужчины заценят это, оценят. Вот это оценят, потому что это такая, типа, более такая обычная, такая стандартная мужская. Сейчас мы с тобой три наши ноги поставим. Вот такие у нас инуики. Ну черный, чуть вперед, зай. Куда? Вот так. Что было видно. Зато, зай, теперь ты можешь снять свои тимбы и ходить тоже в теплых, удобных ботинках. Знаешь, какие они удобные? Да. Они очень классные. Я же из них вообще не вылезаю. Не мать тебе. Конечно, я из них вообще не вылезаю. Такое удобство. Короче, я забралась наверх, чтобы посмотреть, что тут. А тут капец. Столько всего и столько всего крутого. Но я не могу когда всем идти им пользоваться? Тут, конечно, что-то славяное, да, что-то мое. Вот слава, вот слава, вот слава, вот слава, вот слава. Только что, кое-какие духи я его убрала, потому что они закончились. Вот это мое, вот это мое, вот это не мое, вот это не мое. Короче, здесь тоже надо разобраться. У нас столько парфюмов, и все они чудесные, все они шикарные, все они наши любименькие. Что же с этим всем делать? Господи, какой кайф. Просто как всем этим успеешь попользоваться? Ну, не успеваешь же. Одних только вот этих. Дофига моих любимых. Блин. Духи! Еще духи! Господи! Ты меня, конечно, извините. Ну, что мне со всем этим делать? Их тут так много. А, ну нет, этих немного. Но их тут много. В целом много. Вот это! Вот это! Вот это! И что-то у меня еще там где-то стоит, по всему дому. Ну, это кошмар! Я расставила духи наши, которые здесь стояли вот таким образом. Это те, которыми мы чаще всего пользуемся, которые стоят здесь. Славе очень нравятся вот эти. Мне очень нравятся вот эти. У меня есть еще куча разных духов, которые я тоже очень люблю. Вот. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать влог. Я думаю, достаточно поболтали, да, достаточно похихикали. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, внимаю. И всем пока!